С приходом промозглой и дождливой осени становится холодно не только на улице, но и в помещениях. Постепенно остывают прогретые летом стены, температура в квартирах опускается все ниже. Чебоксарцы все чаще задаются вопросом, когда в наших домах станет теплее. Между тем, на всей территории России действует единый нормативный документ, согласно которому отопительный сезон должен начаться, если температура воздуха за окном в течение пяти дней держится на отметке ниже плюс 8 градусов Цельсия. Отопление включается на шестой день. Первыми подключают к теплу предприятия социальной сферы – садики, школы, больницы. В последнюю очередь – жилые дома. Обычно с октября в каких-то квартирах становится тепло, в каких-то даже жарко. Ситуация с так называемыми перетопами, когда квартира превращается в сауну, всплывает каждый раз, когда наступает отопительный сезон. Многие горожане просто открывают форточки и лишнее тепло выпускают на улицу. Вместе с этим на ветер улетают и их денежки. Кто виноват и что делать? В очередной раз эти вопросы прозвучали в рамках встречи «Открытый город». Что нужно для этого сделать нам, квартиросъемщикам, чтобы установить терморегулятор тепла? Правильно. В апреле жара, мы открываем балконы и платим за что? Тем более отопление сейчас подорожало. На целых сто с лишним рублей, если все посмотрели квитанцию. ЖКХ рекомендует. В таких ситуациях может помочь установка терморегуляторов. Для того, чтобы установить терморегулятор, собственники многоквартирного дома проводят общее собрание и принимают решение большинством голосов. Более 50%, если проголосуют. И протокол представят управляющие компании, если у вас Реаллюкс или же Желкомсерис-1, они обязаны за счет средств текущего ремонта установить терморегулятор. Принять решение об установке терморегулятора возможно только на общем собрании. Инициировать созыв общего собрания может любой собственник многоквартирного дома. На основании принятого решения управляющая компания установит терморегулятор. Именно по такому сценарию развивались события в доме номер 45 по улице Гагарина три года назад. В короткие сроки в доме установили устройство, позволяющее регулировать температуру горячей воды. Перед вами типичный дом в городе Чебоксары, в котором был запроектирован изначально элеваторный узел с открытой системой теплоснабжения. Соответственно, никаких регулирующих автоматических устройств на горячей воде, как и на отоплении, установлено не было. В связи с этим в 2013 году для оптимизации температуры горячего водоснабжения, а также для экономии потребления тепла, собственники посредством совместно с управляющей компанией изъявили желание установить автоматический узел тепла. То есть терморегулятор тот же самый. Значит, своими силами на три узла ушло порядка 130 тысяч на каждый. Соответственно, сейчас температура горячей воды составляет от 60 до 75 градусов, как оно и должно быть. Объем воды, потребляемой с тепловой сети, уменьшился у нас. Соответственно, создалась экономия и достаточно комфортные условия для проживания граждан на данный момент созданы. Специалисты отмечают, что реконструкцию можно разделить на несколько этапов. Однако важно помнить, ее непременно нужно довести до конца для получения наибольшего экономического эффекта и скорейшей окупаемости. Здесь открытая система теплоснабжения. Соответственно, сетевая вода заходит у нас в одной трубе и идет распределение на горячую воду и на отопление. Что мы сделали? Мы установили гидроэлеватор, после него установили электропривод, который привязан нас к контроллеру. Электропривод у нас в зависимости от температуры, которая заходит в дом, регулирует нужную подачу на горячую воду, то есть параметры от 60 до 75, соответственно, остатки у нас уходят на отопление. Далее ставим циркуляционный насос, который подмешивает у нас с обратки отопления воду в подачу горячего водоснабжения. Что, соответственно, нам позволяет экономить на объеме потребленной сетевой воды, а также функции его. Он улучшает прогрев абсолютно всех квартир, выравнивает температуру в жилых помещениях. Тут же установлен контроллер, которому подведены температурные датчики, установленные в тепловом узле. Контроллер получает сигналы и автоматически регулирует температуру в рамках норматива. С его помощью можно отследить температуру воды, которая поступает в дом. На данный момент в доме температура горячей воды составляет 62 градуса. Как можете в этом убедиться сами? Ежегодно в рамках подготовки к отопительному сезону проводятся регламентные работы. Все электроприборы проходят необходимую диагностику. А сами жильцы дома номер 45 по улице Гагарина уже и забыли о проведенной модернизации отопительной системы. Теперь, когда в квартирах тепло и комфортно, о перетопах и лопающихся трубах никто не вспоминает. Я живу здесь со дня с дачи дома, как все вселились. Это 87-й год, уже около 30 лет мы живем здесь. Раньше в квартирах было очень жарко, невозможно. Приходят друзья и хоть раздевайся совсем, как на пляже. С установкой терморегулятора все изменилось, температура стала нормальная. Перебоев нет, постоянное тепло, перебоев, чтобы холодно было, там такого нет. Оправдывает себя вот эта установка терморегулятора. Еще один вопрос, который жители многоквартирных домов должны решить сообща. Быть или не быть камерами видеонаблюдения во дворе их дома. Только на основании протокольного решения собрания жильцов дом включается в программу повышения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары. Свою эффективность программа «Безопасный двор» уже показала. Там, где сейчас работают видеокамеры, количество правонарушений сократилось в разы. Прекратились кражи из автомобилей, резко снизилось число происшествий. Года полтора-два назад появились эти камеры. А это безопасный двор, видеонаблюдение, которое было поставлено, безопасный двор. Это две камеры установили 18 тысяч, а обслуживание и установка – это за счет муниципальных средств. Спокойнее стало. Во-первых, вечером я уже иду, не боясь ничего и никого. Потому что здесь видеонаблюдение есть, поэтому свободно. А вечером мне приходится иногда ходить. А до этого, ну, как-то опасно было. Молодежь собиралась, и не только молодежь, и пожилые люди. И здесь распивали вот так вот, да, здесь сидели на скамейке вот постоянно. И пьянствовали, курили, и все. А потом после них здесь мусор оставался. И огурки, и бумажки какие-то, и бутылки оставляли, и стаканчики эти разовые. Так вот, а сейчас, видим, побаиваются. Ну, так что на них как раз смотрится. Все изображение от камеры идет напрямую в центр управления, дежурную часть. Столица здесь как на ладони. В ЦУН выведено изображение с 25 кнопок экстренной связи с полицией, 16 камер стадиона «Олимпийский» и еще 1966 камер, установленных по всему городу. Видео записывается, архивируется на 30 суток. Из центра управления сотрудник может контролировать любую камеру, увеличивать и приближать детали, вплоть до человеческого лица или номера автомобиля. Благодаря круглосуточному мониторингу изображений с камер удалось не только раскрыть серию краж и предотвратить массовые драки, но и помочь тем, кому стало плохо на улице. За последние три месяца таким образом карету скорой помощи вызывали 12 раз. В половине случаев своевременная помощь медиков спасла людям жизнь. Программа «Безопасный двор» реализуется в городе Чебоксары с 2013 года. На данный момент камеры видеонаблюдения безопасного двора установлены в 177 дворах города. Это примерно 985 камер видеонаблюдения. По согласованным с ОМВД России по городу Чебоксары техническим требованиям на доме устанавливаются камеры. По следующей формуле. Количество подъездов, то есть контролируется вход и выход из подъезда, и въезд и выезд на придворовую территорию. То есть формула проста. Количество подъездов плюс два. Пример четырехподъездный дом. Количество камер шесть. То есть четыре подъезда и въезд-выезд из придворовой территории. Тем не менее, жители, если принимают решение, они могут добавить камеры и установить их дополнительно, скажем, на детскую площадку, на парковочные места. Это все будет включено в программу «Безопасный двор» и точно так же будет эксплуатироваться, точно так же будет выводиться сигнал, видеосигнал, видеоинформация в ЦУМ, ОМВД России по городу Чебоксары. Жители делают как бы разовый взнос при строительстве системы видеонаблюдения. А дальнейшая работа этой системы, она как бы ведется уже как конкретно наше предприятие. Размер софинансирования в 2016 году составляет до 35% от суммы затрат строительства системы видеонаблюдения «Безопасный двор». Таким образом, за сравнительно небольшую сумму жители получают спокойствие, чистоту и уют в собственном дворе. А вот у тех, кто уже успел установить камеры на своем доме, возникают другие вопросы. Нашу машину, в общем, помяли. Помяли и к участковым обратились мы. Участковый нам не дал посмотреть. Ну, можно было это видеть, ведь так и у нас, так и исчезло все это. Через... Нам участковый вот сказал, что... Говорит, через ЖКХ, говорит, обращайтесь, там посмотрите. Правильно нам сказали или нет. Все показания камеры выведены в Центр управления нарядами. Это управление внутренних дел по городу Чебоксара. Начиная со следующего года, всю информацию можно будет посмотреть в управляющей компании, а также все собственники домов, где установлены камеры, смогут на своих компьютерах посмотреть всю информацию в режиме текущего времени. Это для этого, значит, вы, у кого есть камера, получите, значит, пароли и сами можете следить, войти в систему и можете следить, значит, за показаниями. В настоящее время горожане действительно не имеют доступа к этому информационному ресурсу, но со временем ситуация должна измениться. В этом году администрация города планирует реализовать следующий третий этап строительства под системой видеонаблюдения «Безопасный двор». На этом этапе планируется построить 240 примерно камер в 40 многоквартирных жилых домах. Это планы этого года. Мы надеемся, что до конца года жители тех домов, кто участвует в этом программе, уже будут защищены, то есть камеры будут работать и видео будет поступать в Центр управления нарядами ОМВД России по городу Чебоксар. На этом этапе, на третьем этапе реализации строительства под системой «Безопасный двор» мы дадим возможность управящим компаниям не только просматривать видео с камер в видеонаблюдения их домов в реальном режиме времени, но и доступ к архивам. Напомню, архив каждой камеры, которая включена в систему «Безопасный двор», составляет не менее 30 суток. В перспективе мы планируем всем жителям, кто участвует в финансировании строительства под системой видеонаблюдения, дать доступ к просмотру видеоинформации их домов. А пока свободно можно просматривать лишь видео с тех камер, которые жители установили своими силами и полностью за свой счет. К примеру, абсолютно все жильцы дома номер 76 по улице Богдана Хмельницкого могут в режиме реального времени видеть, кто и когда заходит в их дом. Признаются, видеонаблюдение делает их более дисциплинированными, помогает содержать подъезд, коридор, двор и детскую площадку в чистоте. Но все же сотрудники правоохранительных органов не рекомендуют всецело полагаться на умную технику. Необходимо и самим сохранять бдительность. В последнее время сейчас участились очень много случаев мошенничества в отношении пожилых граждан. Так как они очень доверчивые, большинство из них верят. Как бы сразу начинается у них паника. Обычно звонят к ним на домашний телефон, представляются с сотрудниками полиции, сообщают, что у них кто-то из родственников попал в тюрьму, или кто-то просит перевезти деньги на электронные счета. На эти требования не поддавайтесь, звоните своим родственникам, узнавайте. Можете сразу звонить полицию. В продолжении темы «Порядка и чистоты в дворах» на площадке «Открытый город» прозвучал еще один вопрос. Это вопрос к Герману Геннадьевичу. Если централизованная, значит, такая проводится для работы по мойке этих контейнеров. Летом такой неприятный запах, там столько такая жижа внизу, и контейнеры по одному стоят у нас на три подъезда. И как бы это его обработать, чтобы потом у нас зараза не разносилась по двору. Все управляющие компании должны дезинфекцию проводить контейнеров. Помыть, дезинфекцию проводить – это обязанности входит управляющая компания. Поэтому мы должны с вами требовать. Никакого запаха не должно быть. Вы не должно быть. Вы за это платите. Ответ на этот вопрос дают санитарные правила, принятые аж в 1988 году и действующие до сих пор. Согласно этому документу, металлические контейнеры летом должны промываться не реже одного раза в 10 дней. За частотой емкости для сбора отходов обязаны следить учреждения по эксплуатации зданий. То есть сейчас это управляющие компании. Именно они должны принимать меры по обеспечению регулярной мойки сборника отходов. В последние годы в Чебоксарах практически все металлические контейнеры были заменены на пластиковые. Поэтому изменились и правила ухода за ними. Санобработка евроконтейнеров производится два раза в год. Весной и осенью, а в летний период по мере необходимости. По обращениям жильцов на неприятный запах из евроконтейнера или контейнеров, соответственно, рабочие по комплексной уборке производят санобработку хлорным раствором. Заливая ведром воды, промываем. И, соответственно, на днище контейнера имеется пробка специальная, которую можно уже грязную воду слить и тизлировать. Все контейнерные площадки не огоражены металлической конструкцией. Соответственно, данная территория ежедневно подметается, убирается рабочей. Можно сказать, дворником. Естественно, то, что вылилось, и также неприятный запах происходит, соответственно, обрабатывается хлорным раствором. В некоторых городах России мойка мусорных евроконтейнеров производится автоматически. К примеру, в Ростове-на-Дону. Машина для санитарной обработки пластиковых контейнерных емкостей Внешне напоминает обычный мусоровоз с задней загрузкой. Очистка производится внутри автомобиля. Процесс мойки занимает около минуты. Контейнер со всех сторон поливается водой с применением химических реагентов и ароматизаторов. Средства нетоксичны и безвредны для людей, но эффективны в борьбе с бактериями, вирусами и грибковыми инфекциями. Зарейск передвижная мойка способна обработать до 150 евроконтейнеров. В этот раз большинство вопросов, которые были заданы на встрече, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Чебоксарцы просили обустроить уличное освещение по улице Хузангая, отремонтировать тротуары, установить дополнительные парковочные места и другие. Герман Александров постарался ответить на все поступившие вопросы и пообещал, что подобные встречи будут проводиться и в дальнейшем. Ежемесячно мы выезжаем не только на предприятия и организации, встречаемся в микрорайонах, и нам очень важно узнать мнение наших горожан. Мы открыто приходим к горожанам, обсуждаем любые темы. Нам критика не мешает то, что вы говорите. Мы однозначно на все вопросы после этого обсуждаем не только сами в администрации, обсуждаем нашими депутатами, принимаем программы для выполнения, для улучшения жителей нашего города. И надо отметить, что в этот раз диалог состоялся. Кроме острых вопросов и критики, из зала прозвучало сразу несколько дельных предложений по благоустройству родного города. Надо нам, наоборот, освободить дворы, улучшить внешний вид. Для этого обязательно надо найти спонсоров и начать инвестиционную программу по строительству в каждом микрорайоне не менее одного огромного паркинга для машин. Желательно подземного, потому что многоэтажные они превращаются в монстров. Дальше. Надо нам убрать с лица города так называемые монстры советской эпохи, а это так называемые гаражные кооперативы. Эти гаражи, они нам ухудшают криминогенную ситуацию, превращают во что угодно, но только не в порядок. Что касается парков города. Конечно, много сделано в последние десятилетия в Кичпоксаре, но очень бы хотелось обратить ваше внимание на южный поселок. Очень хотелось бы, чтобы вы занялись районом, уже говорилось про дубовую рощу, а именно сделать из нее не только парком культуры, а так называемым физкультурно-оздоровительным центром, а именно сделать лыжные трассы, сделать большим центром отдыха южного поселка. И заняться, конечно, территорией реки Кукшум. За гаражным кооперативом весь район превращен просто в хлам. В конце хотел бы сказать вам больших, огромных успехов в дальнейшем. Еще одна встреча в рамках проекта «Открытый город» состоялась. Более 30 обращений ждут ответов. В следующем выпуске мы продолжим разбираться в проблемах горожан и постараемся найти ответы на самые непростые вопросы. До встречи в любимом и комфортном городе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова